Дорогие друзья, сегодня снова передача «Простая экономика». Я ее ведущий Михаил Алексеев и у нас сегодня в гостях Михаил Владимирович Ершов, доктор экономических наук. Сегодня мне хотелось бы поговорить, Михаил Владимирович, про экономическую ситуацию в нашей стране, в Российской Федерации. Смотрите, наш ловой внутренний продукт уже несколько лет достаточно приличными темпами растет. Ну, конечно, не 7-8%, но 4% вполне достойная цифра на фоне того, что мы видим, скажем, в Западной Европе. Там об 1-1,5% можно мечтать, если это будет так. Как вы считаете, 4% для нас это много, мало, хорошо. Что можно с такими показателями достичь? Удвоение ВВП на ближайшие 5-7 лет нам явно не светит. Ну, скажем так, здесь вопрос даже не столько в темпах роста, сколько в качестве роста. К сожалению, иногда мы гонимся за какими-то формальными цифрами, а это дело не самое иногда благодарное. А важно, собственно, посмотреть, что и как растет, а что и как не растет. Так вот, совсем глобально, к сожалению, наша экономика остается экспортоориентированной сырьевым профилем. Но при этом есть внутри этого процесса некие, так сказать, иногда обнадеживающие симптомы. Посмотрим, насколько они будут устойчивыми. Например, по крайней мере, последний год-два какой-то период, когда, например, отрасли, обрабатывающие промышленности, растут более высокими темпами, чем добыча, чем сырье. Понятно, тут может быть эффект базы, то есть от какого базового уровня начат был рост, но тем не менее мы имеем то, что имеем. И вот если нам удастся закрепить и продолжить рост, основанный в первую очередь на обработке, а не на добыче, это будет, конечно, очень благоприятным явлением, поскольку это будет означать, что структура нашего роста улучшается. Это первый момент. Второе, что, опять-таки, будем надеяться закрепиться, хотя там тоже есть довольно шаткие такие пока симптомы, что рост, который должен быть основан в первую очередь не на внешнем спросе, а на внутреннем спросе. Здесь опять есть некие возможные, так сказать, двоякие оценки, что экспорт сырьевая экономика, которая, я сказал, базируется на внешнем спросе, на наш экспорт, на наше сырье. Но опять есть некие признаки того, что на определенных этапах спрос внутриэкономических агентов, домашних хозяйств, предприятий начинает являться достаточно мощным, существенным фактором. И вот если его, этот спрос, внутренний спрос, удастся закрепить и развить, это было бы еще вторым важным позитивом долгосрочного, устойчивого развития страны. Напомню, кстати, все мощные, наиболее развитые экономические системы в первую очередь опирались на внутренний спрос. Да даже упоминаемый часто Китай в последнее время анонсирует, так сказать, свою явную преференцию в пользу развития внутреннего рынка, который у них огромен. Да, мы тоже могли бы более активно, конечно, стимулировать наш внутренний спрос, он не так быстро рос, прямо скажем, в последние годы, как это хотелось бы. Я вот что хотел спросить, если вы помните, в начале нулевых, когда пришла новая власть, достаточно большие усилия были потрачены на то, чтобы разработать определенную экономическую программу. Мне вот хотелось бы спросить, как вот вы считаете, были ли какие-то успехи в ее реализации, потому что сейчас мы примерно повторяем этот процесс, и мы тоже начинаем разработку или апгрейд, обновление вот этой вот нашей новой экономической программы. Что в новых наработках у нас действительно отличается от старого? Мы одним курсом идем, будем его как-то корректировать, менять. Что вы можете сказать по этому поводу? Я говорю о документе 2020. Экономические программы это неизбежная вещь любого экономического развития, каждый раз новые реалии, новые задачи, новые вызовы, как это имело место в случае с финансовым кризисом, который все мы наблюдали в последние годы, конечно, требует того, чтобы... Никто его и предвидеть не мог. О том речь. Нет, но некоторые опять-таки прогнозы говорили о том, что есть очень такие алармистские, настораживающие тенденции. Другой же все отмахивали, но это потом. Ну как всегда, все говорили о трех сценариях. Да, это будет потом. Но поэтому экономические программы и их обновление вещь естественная. Вот другое дело, что хотелось бы, чтобы очередные экономические подходы, которые формулируются сейчас, все-таки с учетом уже накопленного опыта, накопленных рисков, опыта борьбы с рисками и стоящих задач, были сориентированы именно на это. То есть это означает, что все-таки мы должны улучшить, подчеркиваю, качество, не просто рост, а улучшить качество экономического... Это будет ценой не за счет увеличения экспорта энергоресурсов, а за счет развития обрабатывающих отраслей промышленности, за счет структурных двигов в сторону новых технологий, наукоемких производств. С учетом тех рисков, которые в мире возникают. То есть вот чтобы наш рост не был подорван теми внешними шоками, как это сейчас принято говорить, которые происходят в мире в силу того, что у них немало проблем, которые еще неизвестно как будут развиваться. — Михаил Владимирович, а то, что мы начали сейчас резервы накапливать дополнительно, опять вот фонд наращивать, наши там всякие стабилизационные, это как вы считаете положительное явление? Или наоборот, мы пытаемся подготовиться к каким-то будущим проблемам, защититься от них, и тем самым не вкладываем дополнительные ресурсы, которые могли бы вложить национальную экономику, и провоцируем будущие проблемы? Вот есть ли здесь какая-то разумная грань? — Ваш вопрос предполагает и ответ. Абсолютно точно, что с одной стороны нужны разумные резервы. — Нельзя все стерилизовать, забирать с рынка, не стимулировать. — Но нельзя, и все бросить, что называется, в экономику, не оставив вообще ничего на черный день. Да, собственно, именно мы помним, что всякие стабилизационные и прочие инструменты, они были значительным буфером, который позволил нам, российской экономике, смягчить вот тот внешний шок, который имел место. — Правда, из 600 миллиардов долларов, что у нас было, у нас 200 ушло как-то в лед за пару месяцев на поддержание курса национальной валюты. Нам многие говорили, что без этого совсем нельзя было никак обойтись. Правда, где-то в августе мы так совершенно спокойно тоже процентов на 15, а то и больше, девальвировали нашу национальную денежную единицу. И как-то все это спокойно пережили. Видимо, период летних отпусков сказался и так далее. 200 миллиардов долларов мы не потратили на это. Поэтому я к чему это говорю? Эти все резервы могут раствориться в мгновение ока, лопнуть как мыльный пузырь. — Если, опять-таки, не будет адекватной степени готовности к тому, что то, о чем вы говорите, может произойти, тогда, конечно, могут быть довольно негативные, так сказать, развития событий. Но если все-таки мы будем научены теми мировыми и собственными ошибками, которые имели место, будем надеяться, что если вдруг некие мировые напряжения произойдут, а такое, конечно же, может быть, по крайней мере, надо быть к этому готовым, нам просто нужно иметь в виду, что есть некие необходимые инструменты, которые нам позволят более благоприятно в таких условиях себя чувствовать. — То есть и резервы нужны, и определенные инвестиции, но резервы их надо тоже все-таки беречь, сохранять и расходовать крайне осмотрительно и по-умному расходовать. Я думаю, что все-таки ситуация 2008 года, я надеюсь, нас в этом плане чему-то научила. — Без сомнений, должна быть весь мир, по-моему, научить, потому как слишком серьезные были проблемы, чтобы их так, что называется, с проходя обойти и забыть. — Да, очень хорошо, что мы восстановили, кстати, наши резервы, они на приличном уровне, если я не ошибаюсь, мы где-то сейчас все-таки продолжим на третьем месте в мире находиться. — Да, 500 с лишним, как всегда, миллиардов долларов. — Да, это та заначка, если можно так выразиться. — Другое дело, что опять целесообразно было бы эти резервы, так сказать, разумно диверсифицировать. — И не только в американских долговых бумагах хранить. — Вот о том и речь, да. — Все-таки ответственно подходя к вопросу, не потому, чтобы кому-то досадить и насолить, или там обрушить, тем самым мы это не сможем сделать. — Вот в некоторых материалах, которые я уже на них ссылался, вот я говорю. — Вот в вашей книге, да? — Да, вот в том числе в моей книге. — Мировой финансовый кризис, что дальше, да? — Да, который рассматривает мировые российские проблемы. Там, в том числе на тему резервов, я привожу просто, ну, извините за нескромность, цитату самого себя, где я для заседания РСПП, да, привожу, собственно, записку вот на тему того, что это было до кризиса, да? — Да, это было, вернее так, это было самое начало, первые ростки кризиса, кризис еще только вот будет через полгода или год начинаться в полной своей острой фазе. Так вот, пишу о том, что резервы, которые мы имели тогда, это было там пять лет назад, с профилем на доллары, с учетом того, что доллар является крайне в те годы, ну, остается неустойчивой рисковой валютой, необходимо было бы диверсифицировать в пользу, в пользу как увеличение роли других валют, а именно евро, там, швейцарского франка, может быть, таких устойчивых, рискоустойчивых валют, как франк, и золото. Вот, как бы не успел я это, условно говоря, написать, как там же я привожу об этом, так сказать, факты, как год спустя золото резко пошло вверх, франк швейцарский пошел вверх, а доллар пошел вниз. — Так мы успели закупиться-то? — Частично, частично, к счастью, частично, в какой-то мере наш центральный банк увеличил и золотой компонент в резервах, и диверсифицировал валюту, но процесс таким быстрым не бывает, по крайней мере, хоть вектор задан был в правильном направлении. — Ну, у всех денег, конечно, не заработаешь, хотя мы помним, как золото скакануло вверх, особенно в августе прошлого года. Правда, сейчас мы смотрим, что подкатка назад. С чем он связан, Михаил Владимирович? — Ну, это посмотрим. Любой такого рода товар, конечно, он волатилен, собственно, поэтому так к нему осторожно и относятся в плане формирования резервов. Но, с другой стороны, мы всегда понимаем, что в кризисных условиях золото всегда было и будет неким таким устойчивым антикризисным активом. — То есть, при определенной ситуации, а ее сейчас можно допустить, мы можем увидеть и 2 тысячи, и 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию. — Такими международными экспертами такие цифры назывались. — То есть, все те, кто вложился в золото, а такие есть и среди наших зрителей, я думаю, могут не переживать то, что сейчас мы наблюдаем такой определенный понижательный торрент, он легко может смениться на новый понижательный, повышательный. — Ну, вы видите, вопрос инвестиций — это всегда вопрос очень частный, это сугубо личное решение каждого, но все-таки, среди прочего, золото всегда исторически и во всех странах, и географически исторически было одним из наиболее привлекательных активов. — То есть, как бы кому-то не хотелось, есть вечные цены, и отказываться в том числе от такой классики жанра было бы, в общем, наверное, как говорится, неправильно. — Ну, наверное, хотя это решение каждого из участников. — Михаил Владимирович, а насколько устойчива наша национальная валюта? Мы видели значительные ее колебания и в прошлом году, и сейчас тоже начинаются какие-то новые волны. — Ну, сложный большой вопрос, потому что, конечно, мы зависим в значительной степени от состояния нашего торгового баланса. — Это очевидно. — Торговый баланс, то есть приток валюты и валютной выручки сюда, да? — У нас сейчас большой отток капитала. — С одной стороны, отток капитала, с другой стороны, все-таки сохраняющиеся полоритные сальты торгового баланса, превышение экспорта. — Ну, пока цены на нефть и другие энергоносители на высоком уровне. — И, соответственно, приток валюты, который сюда притекает, естественно, скорее, в общем, оказывает для рубля поддерживающее воздействие, помогая рублю чувствовать себя достаточно хорошо. — Давайте об этом поговорим во второй части нашей программы, а сейчас мы уйдем на рекламную паузу. Дорогие друзья, мы продолжаем передачу «Простая экономика». С вами я, ее ведущий Михаил Алексеев, наш гость, доктор экономических наук Михаил Владимирович Ершов. Михаил Владимирович, представляет интерес вот такой еще разрез. Давайте посмотрим на ситуацию немножко с другой стороны. Мы очень много говорим, что мы все в одной лодке, и мы, и Европа, и американцы. Если, не дай бог, что-нибудь случится на европейском континенте или в Соединенных Штатах Америки, то ужас, 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 нам всем будет очень-очень плохо. И давайте поддерживать и американскую валюту, и помогать нашим коллегам в Европе, чтобы, не дай бог, с нами чего-то не случилось. Но мы знаем, что в других странах и на других континентах господство – такой более прагматичный взгляд на эту ситуацию. Если проблемы неизбежны, может быть, их лучше экспортировать или использовать. Кризис же состоит, как иероглиф, из двух частей. Одно – это новые возможности, другая – опасность. Хорошо, предположим, что-то случится не очень хорошее в Европе. Соответственно, обесцениться европейские активы. Может быть, это будет хорошая возможность для нас прикупить или банки крупные европейские, или какие-то промышленные предприятия и так далее. У нас есть вообще в этом вопросе какая-то экономическая политика или какие-то заготовки, планы, заделы, мысли? Вы совершенно правы. Очевидно, что, скажем, если мы вспомним последний кризис в тех же самых Соединенных Штатах, и те же самые проблемы, которые были у обанкротившихся банков Биэр Стернс или Лемон Брадерса, вот если бы вместо того, чтобы, моя точка зрения, вкладываться в Фенни Мэй и Фредди Мэг, ипотечные такие мега-агентства, где наш голос совершенно потерялся, мы были одними из многих сотен тысяч вкладчиков. Мы не будем пальцами показывать и говорить, кто и зачем это сделал. Так вот, нам бы взять и, например, серьезно помочь, купив какой-нибудь вот такой супер-банк, который попал в сложную полосу. Он бы нам совсем был не лишний. И он сразу позволил бы нам войти тут же в элиту в мировой и американской финансовой системы, и сразу нам позволил бы застолбиться довольно неплохо уже на мировых площадках. Другое дело, что... Все говорят, открывайтесь для ВТО, но кто же нам даст купить... Другое дело, что да, вот даже если предложили бы мы свои, так сказать, возможности и помощь этим банкам, сказать, да, мы их выкупаем, помогаем и так далее, нам сказали бы, ребят, вообще-то, пока мы вас не ждем, скорее всего, сказали бы нам регуляторы, принимающие стороны, и вообще-то, давайте пока в другой раз. Трагическая отрасль, вот купель нам не продали. Да, да, да. Казалось бы, о чем идет речь? Автомобильное предприятие. Сразу начинается другой лексикон, сразу другие подходы. А банк это все-таки серьезно, да? Ну, он аккумулирует на себе, конечно, много чего. Информация и финансовые потоки, и влияние. В экономике, кредитование, портфель, и все остальное. Да, да. Хотя прецеденты были, вот сберегательный банк купил Фольксбанк, и собирается дальше экспансию осуществлять на европейском континенте, в банковском секторе. Ну, наверное, это так. Дорога оселит идущий, будем надеяться, что это потихонечку будет более распространено. Но пока примеры, к сожалению, не очень ограничены. Ситуация настолько острая в мировом банковском секторе, что сейчас, наверное, рассчитывать на то, что все флаги будут в гости к нам, что будут покупать российские финансовые институты, нельзя. А у отдельных российских банков, мы знаем, прибыли за 10 миллиардов долларов зашкаливать на эти деньги, можно купить вполне приличный, крупного размера европейский банк или даже банк Соединенных Штатов Америки. И это тоже могло бы быть одним из векторов нашей экономической политики. Это уже вопрос такой более емкий, вопрос экономической стратегии, такой серьезной экономической стратегии. Да, мы занимаемся экспортом энергоносителей, думаем о развитии наукоемких технологий в нашей стране. Но вот мне кажется, эта тема, которую вы, Михаил Владимирович, в своей книге поднимаете, в статьях и публикациях пока не очень остро звучит. И я думаю, что было правильно все-таки лишний раз акцентировать. Ну, обидно, если мы свою роль в мировой экономике будем ограничивать лишь тем, что мы являемся сырьевым экспортером. Ну, да, пока сырье, а потом, когда сырье закончится, тогда что? Нам все будет спасибо за прошлое и ваше действие. Ну, а как дальше-то? Можно по-разному относиться к нашим инициативам в области, скажем, нанотехнологии. Но я думаю, что ничего плохого нет в том, что мы отдельные компании, высокотехнологичные, пытаемся приобретать за пределами Российской Федерации. И развивать свои пытаться будет. Да, эти инвестиции смогут быть удачными, неудачными, но в конце концов, мне кажется, это попытки в правильном направлении. Но если вернуться к той теме, которую мы обсуждали, курс национальной валюты и так далее, мы сейчас видим, что все-таки рубль немножко недооценен по сравнению с его реальной покупательной способностью. Все-таки какой курс национальной валюты более соответствует нашим национальным интересам в нынешних условиях? Ну, вопрос такой провоцирующий, опять сразу очень сложный комплекс ответов. Да, потому что он тянет за собой ответ на вопрос, а куда мы хотим двигаться? Продолжать экспортировать нефть и газ, или что-то другое мы хотим? Именно, если мы, совершенно верно, если мы в качестве вектора развития видим сырьевую экспортоориентированную экономику, тогда, конечно, удешевление рубля выгодно экспортерам, которые, естественно, после этого получают больше рублевую эквивалентность. Да, и огромное нефтяное и газовое лобби будет продолжать настаивать. Почему, вот совсем если давняя история в становлении валютного рынка в России, там, 91-й какой-нибудь год, да, к примеру, собственно, почему у нас сразу сложился такой вот экспортный профиль, на мой взгляд, экспортоориентированный профиль в нашей внешней торговле и в экономике вообще, извините, да? Потому что в том числе на том этапе рубль был чудовищно недооценен. То есть уровень недооценки рубля к доллару составлял примерно 50 раз. 50 раз. На определенных этапах 50 раз. То есть мы просто, что называется, уронили свою национальную валюту. То есть, ну, естественно, при такой чудовищной эффективности любой экспорт чего угодно был сразу же сверх... И загнали себя в ловушку, и, собственно, это и убило многие отрасли нашей промышленности. В том времени, учитывая, что из, так сказать, готовых к экспорту отрасли, и у нас, по сути, было только сырье, которое было готово, вот взял и экспортировал, остальное надо было еще доводить. Сразу же ринулся туда, конечно, сырьевой экспорт, который, естественно, на этом, так сказать, закрепился и упрощил свои позиции на таком чудовищном курсовом демпинге. Курс национальной валюты не такая безобидная вещь. Абсолютно. Мы уронили курс в начале 90-х, тем самым способствовали гибели целых предприятий и отраслей народного хозяйства, способствовали формированию вот этого нефтяного профиля. А теперь, если вдруг, не дай бог, цены на нефть упадут, сейчас будет обратная сторона этого порочного круга. Валюта от этого наша тоже может обрушиться. Все-таки наша валюта не такая устойчивая, и мы видели уже несколько случаев серьезных колебаний за достаточно короткий срок. Мы не застрахованы, наверное, от того, что курс рубля будет колебаться. На самом деле, опять в плане этого вектора развития курсового в том числе, когда нам говорят, что чем дешевле рубль, тем нам же всем лучше, но это равносильно тому, чтобы сказать, что те рубли, которые мы получаем в качестве зарплаты, те, которые есть у вас или у меня в бумажнике, те, которые у нас есть на вкладе в банки, вот чем они будут легковеснее, и чем на них меньше можно будет купить, тем оказывается, мы же от этого же и выигрываем же. Это миф. Ну, есть большой вопрос. Это как? Я думаю, что все-таки в условиях, ну, сейчас не в 50 раз, но все равно недооценки. По оценкам ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития, официальные оценки, да, на основе паритета покупательной силы, примерно 1,7 раза недооценка рубля. Так вот, я думаю, что в условиях этой недооценки все-таки надо как-то потихонечку выравнивать баланс и смещать акцент уже в сторону от экспорта, в сторону развития нашего национального производства. Да, но как следствие совершенно верно развития экономической политики в целом. Да, тем более мы вступаем в ВТО, и сейчас сложнее становится конкурировать, у нас меньше административных ограничений и барьеров для того, чтобы препятствовать импорту, поэтому можно каким-то образом подумать здесь относительно курса нашей национальной валюты. То есть курсовая политика, совершенно верно, вы говорите, не должна быть, вернее, валютный курс не должен быть эксклюзивным, что ли, или самодостаточным инструментом нашего внешнеэкономического подхода, потому что он должен, естественно, дополняться и другими механизмами, и другими инструментами, которые позволят нам более выборочно и более эффективно регулировать весь процесс. Согласен, это не единственный инструмент. Но если спуститься на нашу грешную землю и вот в таких серьезных макроэкономических дискуссиях взглянуть на ситуацию глазами простого потребителя, мы видим, что рубль вот перешагнул 30-рублевую отметку, рубль я имею в виду по отношению к доллару, потом в другую сторону двинулся, определенные колебания есть, ясно, что не вполне, не во всяких условиях можно доверяться одной только национальной валюты. Мы видим, что евро сейчас очень сильно, его позиции подорваны. Да и, кстати, если взять покупательную способность доллара, и в вашей книжке об этом очень хорошо сказано, за последние годы она очень существенно в реальном исчислении сократилась. В общем, в мире. Да, в мире, в мире в целом. Соответственно, корзине валют тоже вот такой большой веры нет. Мы про золото немножко говорили, что оно тоже поднялось, потом был определенный откат. Вообще, как строить свою политику финансовую, денежную, нашим простым, как говорится, гражданам? Понимаю, что это такой несколько сложный, неоднозначный вопрос. Очень субъективный вопрос. Все зависит от человека, сколько у него денег, на что он рассчитывает. Очень субъективный вопрос. Но, тем не менее. Очень, ну, совершенно однозначно. Такой очень простой, очевидный для, так сказать, даже можно быть не экономистом, чтобы эти вещи понимать. Как бы яйца в одну корзину не кладут. Но лишний раз эту простую истину надо подчеркнуть. Яйца в одну корзину не кладут. Полный консенсус. Немножко рублей, немножко долларов, может быть, чуть-чуть евро. Я бы даже золото не стал исключать. Чуть-чуть недвижимости. Да, может быть, какие-то другие активы. Чем разумнее диверсифицированный портфель, тем он более устойчив. Ну, разумная диверсификация. Конечно, не диверсификация ради самой диверсификации, а вот именно ради того, чтобы сделать разумные точки опоры. Ну, естественно, какие-то вклады и депозиты в банках. Хотя, в общем-то, мы видим, что определенные риски в банковской системе накапливаются. У нас поразительный рост сейчас розничного кредитования. Я смотрел последние цифры. За 40% уже зашкаливает рост розничных портфелей. Как и было до кризиса тогда. Да, мы вот здесь встречались с Ксенией Юдаевой. Мы тоже обсуждали тему, что ставки-то процентные вошли в положительную зону, если иметь в виду уровень инфляции. Реальные ставки. Да, и это создает определенные проблемы для заемщиков. Так что на балансах банков тоже продолжают накапливаться определенные риски. Мне кажется, здесь надо тоже всем быть очень осторожными. Тут нужно осторожно быть с этим, с плохими долгами. То есть, теми долгами, по которым вовремя не осуществляются обратные платежи погашения. Да, их сейчас реструктурировали, растянули на несколько лет. Частично проблема ушла, острота снялась, но все равно на балансах банков тоже много достаточно плохих долгов. Проблем много. К счастью, пока чуть-чуть с другой стороны маленький позитив. Норматив достаточности капитала, есть такой базовый термин, показывающий соотношение капитала к активам, пока держится на вполне допустимом уровне. Хотя сокращается. Хотя умеренно сокращается, но пока находится на вполне допустимой зоне. Вполне допустимой территории. Ну, в общем, ситуация очень непростая и неоднозначная. И я думаю, что новому правительству, которое у нас сейчас будет приступать к исполнению своих обязанностей, здесь есть над чем подумать и есть над чем поработать. Возвращаясь к нашему основному вопросу, я думаю, что все-таки, который бы в начале передачи звучал, про экономическую программу, здесь не все еще до конца ясно. Мне кажется, нет полного окончательного согласия ни в обществе, ни среди экономистов. Что же делать? И усилия по разработке нашей новой экономической стратегии, новой программы действий, я думаю, надо продолжить. Пожелаем успеха вновь приходящим специалистам и пожелаем, чтобы в первую очередь они руководствовались тем разумным прагматизмом, которым в том числе наши конкуренты часто руководствуются, когда их ситуация к этому подпирает. Когда вдруг все то, что они говорили, как благие пожелания для других, уходит куда-то на задний план, а сразу выступают на первый план те рычаги и подходы, которые они считают целесообразными для того, чтобы ситуацию смягчить, риски уменьшить и проблемы, которые перед ними стоят, максимально эффективно разрешить. Плохо или хорошо получается вопрос другой, но будь это более демагогически, как это было у них, когда они учили других, было бы еще хуже, это совершенно однозначно. Поэтому сразу разумный прагматизм, нужно это, пожалуйста, это, нужно, так сказать, какие-то там денежные подходы, нужно, пожалуйста, здесь, дешевые ставки, дешевые, дешевые ставки, ну и так далее. То есть сразу все то, что максимально может помочь экономике из сложных ситуаций выйти. Ситуация настолько быстро и динамично развивается, настолько неоднозначно, что я бы сейчас не закрывал никакие экономические дискуссии, наоборот, возвращался к этим темам. Формально у нас есть какие-то документы, стратегии 2020 и другие, но я бы все-таки свежим взглядом попытался посмотреть на то, что мы планируем сделать в экономике. И уже сейчас, когда будет более определенная ситуация в кадровом составе, какое-то время бы потратил на уточнение наших планов. У нас реально есть в этом плане резервы. Улучшение качества роста, о чем мы с вами говорили вначале, и у повышения роли внутреннего рынка, естественно, является важными, несущими конструкциями возможных позитивных подходов, если таковые будут иметь место. Есть много свежих идей, которые можно, я думаю, будет учесть при определенной корректировке наших экономических планов. Дорогие друзья, с вами был Михаил Алексеев в передаче «Простая экономика». И у нас был в гостях Михаил Владимирович Ершов, доктор экономических наук. Большое спасибо, Михаил Владимирович. До новых встреч. Спасибо.